В связи с последними событиями в Алмате, все силовые службы переведены на усиленный режим работы. Так, сотрудники службы местной полиции города провели рейд по выявлению лиц незаконно проживающих в Шимкенте. Полицейским поступила информация, что в одной из квартир города проживают иностранцы. В ходе проверки информация подтвердилась. В одном из микрорайонов Шимкента в съемной квартире они обнаружили несколько граждан Афганистана. Все документы у зарубежных гостей оказались в порядке. Как объяснил присутствовавший здесь же мужчина гражданин нашей республики, в город они приехали по делам бизнеса. В Казахстане хотят бизнес развести в Казахстане. Кустанай, Хараган, мука туда-сюда. Когда приехали? Сегодня, они в штаб уже. 50 поставлены на рву. А сколько здесь будут проживать? Ну пока неделя здесь, блин. У кого вы снимаете квартиры? Это женщина, как его зовут? Айгуль. Несмотря на заверение иностранцев, что в Казахстан они приехали исключительно по вопросам бизнеса, полицейские планируют проверить цель их визита. В связи с тревожными событиями сотрудники службы местной полиции Альфа-Рабийского района проводят проверку по заявлениям граждан. В ходе рейда мы посетили несколько квартир. Подозрительных лиц при этом не обнаружено. А сотрудники Арыска у РОВД раскрыли факт разбойного нападения. На пульт дежурного отдела полиции поступило сообщение от 81-летнего пенсионера, жителя этого района. Мужчина рассказал, что ночью неизвестные проникли в его дом, избили его и забрали крупную сумму денег. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны два жителя Туркестана 1969 и 1973 годов рождения. Возбуждено уголовное дело по 192 статье Уголовного кодекса части 3 пункту 2. Задержаны и заключены в изолятор временного содержания. Задержанные рассказали полицейским, что случайно узнали о крупной сумме денег, хранившейся у пенсионера, и решили ею завладеть. Деньги мы нашли под ковром. Там было 2900 долларов США и 200 тысяч тенге. Сейчас подозреваемые находятся под стражей. По факту разбойного нападения ведется следствие. Задержанные также проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям. Крупное ДТП случилось в полночь на Тамерлановском шоссе при выезде из города. На этой трассе столкнулись грузовой КАМАЗ и легковая автомашина ВАЗ-2115. Как рассказали свидетели, грузовая автомашина ехала к городу со стороны Туркестана. Когда двигавшаяся на большой скорости в этом же направлении легковушка, не успев притормозить, врезалась в КАМАЗ. В результате ДТП тяжелые травмы получили три человека. На место происшествия прибыли несколько карет скорой помощи, которые доставили пострадавших в больницу. Сейчас подробности этой аварии выясняют инспекторы дорожно-патрульной полиции. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...